вы ребятки посмотрите где мы сегодня ночевали вот это да вчера даже в принципе было понятно что здесь клёво но утром становится как бы ощутимо вся эта история рейте как здорово нас так уютненько здесь встали мы у нас здесь сразу вода электричество соответственно шмотки разложили вчера очень поздно ужинали что-то же постирали повешали здесь туалет душ слив серой грязной воды кому нужно это вот караван парке стелла огромная висит здесь огромный огромный парк вот стоят собственно все караваны есть две беседки у каждого подводки на каждого выделена достаточно большая зона видите это желтая линия и вот желтая линия потому что в основе люди приезжают с прицепами то есть машина и прицеп и самое что интересно ребят этот кемпинг он муниципальный он совершенно бесплатный собственно здесь есть все кроме стиральной машинки и бесплатного интернета стоять можно не более трех дней регистрируешься у охранника он тебя записывает спрашивает на сколько дней я сказал мы на один день таки и все так вы заехали вставлять какую красоту создают но я хочу к тому сказать что вот у нас насколько здесь культура развита у нас например такого кемпинга даже платного нету а здесь такой вот бесплатный и в придачу минус например да то что здесь есть трасса но опять-таки вечером гудели фуры биби биби вот а ночью мы не вообще никого не слышали все под охраной дальше здесь вот огромное огромный парк который мы сейчас тоже позавтракаем войдем обязательно погуляем посмотрим какая здесь красота да анастейшн хоть слова скажи зритель привет доброе утро наши дорогие тела на стенка еще не проснулась туда можно у нас понять пойдемте зубы чистить парни давай пока настенка готовила завтра как вот эти дети уже кушают им приятного аппетита я убрал весь салон все здесь постель все короче убрал все чтобы могли смело уже ехать еще из бокса достал один дополнительный наш стульчик потому что оказывается мы стульчик мирошки забыли orange beach кемпинг представляете как бывает вот теперь мирошка как взрослый будет я вот серьезно я считаю искренне что вот такой кемпинг бесплатный должен быть абсолютно в каждом городе а в россии тем более этого представляете насколько круто влияет на туризм что люди могут приехать три дня постоять совершенно бесплатно со всеми коммуникациями оставить деньги даже как минимум вот в этом вот парке сейчас пойдем туда вставляете так вот здесь вот в основном стоят все с прицепами вот у турков тема такая вот на прицепах именно двигаться все которые дома это европейцы это вот великобритания дом там франция французы это французы болгары да а турки все на прицепах ну и вот собственно сам вход тире въезд парк здесь очень большая территория сейчас даже подойдем посмотрим осмотримся сначала на карте мы вчера ночь куда сюда приехали здесь народу было просто тьма тьмущая ну потому что турки они в принципе они любят отдыхать вот это вот стоит здание это туалет и совершенно бесплатные в этом парке и вот она территория там а там получается даже какое-то озеро и здорово да мы получается вот здесь вот где цифра 2 вот и отсюда сейчас зайдем и пойдем гулять да здесь куча всяких аттракционов ну пойдемте смотреть тогда как-то непонятно вот это вся зеленая зона я так понимаю это вот как раз беседки стоят по кругу вот они ладно пойдемте посмотрим поизучаем через здесь есть интересного но то что они вот так вот оформляют себе пикниковые зоны то есть видите вот беседочка там у них мангальчики стоят здесь же мойки чтобы сразу мыть все очень чистенько аккуратненько здесь вот только клумбы не досадили прикольно вот пожалуйста начинаются детские всякие развлекательные площадки есть естественно магазины вот еще туалеты баскетбольные волейбольные площадки теннисные корты представляете вот пожалуйста еще вот там шатер это все бесплатно вот огромнейшая просто красивая красивая детская площадка на которую сейчас запустим детей тут начинаются уже аттракционы дочу мироша да ой то скорее побежали играть до кепку одевай только кепку обязательно мироша давай одевай и выбегай вау вот это круть давай скорее оба беги играйся но смотрите какая огромная огромная детская площадка с резиновым покрытием там площадке воркаута блин очень здорово вообще а вот тут уже с забором начинаются всякие разные аттракционы какой сегодня ветер кстати представляете сегодня ночью впервые я замерз никогда мы спали а когда я сидел еще доделывал работу мне хотелось одеть кофту но я подумал что нет надо дать организму немножко повернуть чтобы ему было прохладно и вот сегодня градусов сейчас наверно 28 29 здесь кони дует прохладный ветер не обжигающий прохладный и так хорошо вай класс а еще классная фишка этого парка это вот такой вот прикольный пруд посмотрите как здесь здорово видимо от него идет какая-то свежесть классная и еще смотришь вот на вот эти вот дома они вообще не похожи на турецкие ты словно вот я не знаю кому-то краснодарском крае находишься да как согласны со мной вон там водопадик у них мост через этот пруд классно мы как следует погуляли в парке я не знаю наверное все душу отвели самое что кайф это вот горю здесь лето мы здесь настолько комфортная вот погода температуры атмосфера то что ветер прям прохладный шикарный вот мы ходили вот все время на солнце особый тенек даже и не нужен и прям красота и хороша если самокат мирошкина потеряли начали все же справимся обратно в кеми надо порезать арбуз и наверное уже двинемся в мой путь мирошка на самокате стала кататься вообще наравне с пацанами носится еще и что это было сынок еще давай поехали ха-ха-ха ты чё все камера включилась воображаем да поехали арбузи кушать сынок поехали арбузы кстати сейчас дешевле покупать в мигросе либо в а101 они там 8 лир мы вот это по моему за 650 до купили вообще короче за копейки вот но опять-таки там уже как угадаешь вот этот класс на предыдущий выбрали он такой прям бледный бледный был вкусный мы почти собраны и перед тем как поехать мы сделали небольшую перестановку мы засунули чемодан в багажник из-за этого короче мы пожертвовали немножко местом в салоне в ногах вообще чемоданом надо поменьше купить сантиметров на пять на десять чтобы он вот так и вставал но зато теперь у нас в салоне стоит холодильник что это будет очень удобно этот багажник поставить чтоб им сразу пользоваться не выходя из машины так соответственно у нас здесь стоит наша станция сейчас через прикуриватель запитана вот наша станция и все через нее тоже также будем питать ну потихоньку до осваиваемся с новым оборудованием ну собственно все мы готовы выезжать да парни вот так вот забили снова машину отходить пожалуйста все собрали отходи родион закрываем наш багажник по омс так там у нас все вроде нормально вот место мы немножко потеряли конечно из-за перестановки теперь у нас достаточно так узенько но вот здесь вот в принципе хватает попробуем прокатиться сегодня так посмотрим как нам по удобству если что он поменяем обратно так значит планируем сегодня доехать до города который называется у нее вот он у нее здесь есть и леви кемпинг вот пока точку куда-нибудь сюда вот он вот тут вот кемпинг так сюда сейчас посмотрим сколько нам ехать а ехать нам 674 километра 8 часов короче все времени теряем учитывая что уже час трындец опять к вечеру значит приедем май 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 так ну все мы выезжаем двинулись на вот тут могли ворота открыть закрыть это хорошо ладно как говорится нам хорошей дороги что все было норм двигаемся мы сейчас на анкару в анкару заезжать не будем а так и справа немножко пройдем сегодня 29 с половиной градусов вот по крайней мере сейчас и ехать конечно комфортнее чем вчера вчера было 46 кто помнит просто жесть вообще коротко о том как выглядит центральная турция смотрите просто степи зеленые желтые какие-то коричневые и ничего больше вот так вот с таким пейзажем будем двигаться здесь единственное что можно посмотреть это вот огромные поля подсолнуха и все остальное вот кругом просто поворачиваешься и ничего сейчас после анкары уже там начнут серпантины горы там будет красиво мы короче шоке были уже цен вообще там в анталии да там в кемере мы сейчас едем вообще в каком-то городе вот 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 он просто города это не туристический общих город это я не знаю это просто обычный турецкий город где туристами вряд ли пахнет решили остается покушать заходим в обычную забегаловку это не ресторан ничего просто турецкая как она правильная чай чай фанька донир 150 мир ну то есть шаурма почти еще 500 рублей черба тут 60 но это конечно они что-то гону ну так вот еще в центральной полосе турции огромное количество но я так понимаю что это какие-то лагеря беженцев я приторможу смотрите как живут брите вот так вот в огромных палатках у них там дома да 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 мы видели очень огромные не успел снять вот здесь они стираются в какой-то канале сейчас если будет какой-то большой я постараюсь отснять потому что мы когда проезжали там он был такой огромный и вот у них на весь этот лагерь стоит буквально там одна-две машины 6 также вот ощущаешь себя не в турции об какой-то монголии просто степи степи такие холмистые знаете и никого мы просто одни и сбереги не зайди вообще никого капец в районе 400 километров мы проехали остановились на заправке об для того чтобы нам пообедать нафиг эти донеры монеры вспомнили что у нас есть собой турецкий дошек поэтому сейчас быстро скипятим водичку и пообедаем я еще думаю нужно будет прикупить такую еще одну плиточку где-нибудь красота вот если поедете в турцию путешествовать я рекомендую обязательно купить такой баллон приобщаю свое общество к помощи вот пожалуйста стол раскладывают даже мирошка участвую до сынок стульчик профукал свой дай а теперь на таком сиди все горелочка все греется решили прям прям в кастрюльке мы вскипятить так будет и побольше и побыстрее решили в баку прикрутить лейку обнаружилось что у нас нет резинки в итоге вот машине какую-то нашел по размеру вырезал прикрутить посуду помыть руки помыть сейчас зря везем с кемера уже не это резинки не подошла ведь капает немножко а так не должно быть а в целом вот смотри час напор пойдет какой давай вот пожалуйста на подержи мне руки помоете мы так резинку резал видишь захватит так лучше сегодня лучший обед да пацаны просто просто вау так конечно когда шаурма стоит 500 рублей все против убираю руку да да опа детки но вот это я понимаю мироша горячо зачем мирону взял не лезь горячо достаешься голодный а там кипяток мироша вот так вот где-то на просторах центральной турции кушаем до парни это очень вкусно это шарак самая вкусная в мире да только это шарак какая-то водяда это не ровно очень непонятно какая-то фигня ладно все нам приятного аппетита кушаем продолжаем дальше путь мы поели наелись продолжаем путь но перед этим мы хотим еще залить топливо у меня еще есть принципе на 300 километров хватит но я хочу чтобы это уж наверняка заправиться здесь еще купить воды здесь стоит 34 46 так можно сюда при подъехать посмотреть как красиво такие холмы они все разноцветные там вдалеке виднеется арочный мост вообще этот пейзаж открылся прикольно это нам до самсун и шат 300 километров смотрите слева какие красивые красные горы они такие невысокие но что-то в этом есть согласны ну вот наконец-то начинается красота там еще речушка течет снизу такая малозаметная вот эти красные селеные горы вообще прикольно смотрится интересно вот едешь в этих городах центральной турции вообще она другая посмотрите на застройку это обычные типичные наши малоэтажные дома никаких огромных балконов что мы привыкли видеть на средиземном берегу да вот каждая часть турции очень отличается на западе другая турция на юге и другая здесь тоже другая прикольно вообще необычно так никакого панорамного остекления вообще ничего нету просто обычный дом посмотрите как круто поменялась природа ближе к черному морю вообще вот эти деревья яркие потом вот эти длинные деревья у которых все ветки вверх растут не знаю там нет ни кипарисы по моему как-то по-другому не называются холмы стали более-менее зеленые много полей под солнухом блин прикольно конечно но вот сколько мы едем на сенка правильно сказала два дома остальное поле 2 крупных города мы только проехали за все это время таких относительно у вас а третий какие холмы чем напоминает вот эти деревья которые говорил ветки вверх едем и сейчас очень радуемся знаете чему смотрите за бортом 25 градусов представляете 25 я думаю поймет только тот только тот кто жарился в жару 45 в эту страшную жару 45 25 это рай я вам серьезно говорю рубрика из неприятного мы встали в пробку в каком-то небольшом городе вот так вот и стоять короче нам прилично вот это дела ну что поделать это город называется как настен так чугун 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 вот опять хочу на архитектуру обратить ваше внимание смотрите никакого панорамного остекления ни роскошных балконов ничего и вот такого нет вот так вот какие дома мы сегодня только с вами уже не увидели от палаточных до вот таких блин прилично мы потеряли времени конечно в этой пробке по сути пробка не из-за чего как это обычно и бывает да оп и все и поехали оп вот так вот и все samsung amazi мерсифон так ну что же едем дальше и дальше дальше смотрите какой огромный флаг турции я даже не могу передать вам его размер это просто ты линдец он реально огромнейший просто и от этого флага нам осталось 50 километров до черноморского берега что же мы наконец-то доехали до самсуна последний раз здесь были осенью катались по этому городу сейчас будем объезжать как бы по магистрали ну типа знаете условно мкад либо кат типа такое вокруг города идет сразу подъезжаешь и прям чувствуется что город большой очень большой море появилось ура черное море родненькое а ведь как прикольно лица подсвечивается красивенько о здесь даже запах другой так у нас короче очень темно уже и мы подъехали сейчас будем куда-то парковаться вон там прицеп подмосковный стоит мы все припарковались заехали такая волна такой сильный ветер только заезжаем нам сразу же уходит наши зрители да мы не заехали вообще спросил про погоду они говорят что вот сегодня такая тема вчера еще дождик моросил сейчас будем раскладываться завтра вам покажу это кеме кто за нами давно наблюдать этот кемпинг узнают узнают стоит 150 лир с человека вот на таком пусть как у нас 300 лир мы отдали можно оплатить было картой сейчас будем готовить супец традиционный наш по быстренькому мы даже отделе кофты потому что короче прохладненько я вот сейчас тоже собираюсь но гангстер на гангстер воу-еу-еу ниггер что мы так жестко устали просто копсдец все будем короче кушать и ложиться отдыхать да вот так вот море штормит даже его не покажу прям конкретно штормит до пёс наш охранник на сегодня